Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Добра Малока или Сатья Лока, не говоря уже о райских планетах, не подходит для жизни, поскольку и там же существа обречены на те же материальные страдания. Обусловленные души находятся под властью законов кармической деятельности. Послушны этим законам, они словно неразумные дети на карусели, то поднимаются до Брахмалоки, то опускаются до Паталлолоки. Истинное счастье можно обрести только в Царстве Бога, где никому не приходится испытывать страдания материального бытия. Итак, следуя по указанному ведаме пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Человек думает, что будет счастлив в той или иной стране, на той или иной планете. Но нигде в материальном мире он не найдет того, чего на самом деле ищет – вечной жизни, совершенного знания и полного блаженства. Шрила Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту, что ему в преддверии смерти, вместо того, чтобы стремиться попасть на райские планеты, нужно подготовиться к возвращению домой, обратно к Богу. Никакие материальные планеты и самые прекрасные условия жизни на них не являются вечными. Поэтому человек должен полностью избавиться от желания наслаждаться временным счастьем, доступным на этих планетах. Харе Кришна. Итак, Шукадева Госвами наставляет Махараджу Парикшита об истинной цели жизни. Он предостерегает его о том, чтобы он не сбивало с толку то, что предлагают нам Веды. Потому что Ведическая литература предлагает нам возможность наслаждаться на райских планетах. И в Бхагавад-гите Господь Кришна также предостерегает Арджуна. В Бхагавад-гите Господь Кришна также предостерегает Арджуна. Он говорит о том, что Веды находятся под гунами материальной природы. И что Арджуна должен подняться над этим уровнем. В Бхагавад-гите Господь Кришна предлагает различные искушения. В них описывается жизнь на райских планетах, которые можно привлечься. В Бхагавад-гите Господь Кришна. Они очень здоровы и сильны. И не поднялись к такому болезни, как мы. И, видно, говорят о долгой жизни на райских планетах. О том, что там можно наслаждаться привлекательными мужчинами и женщинами. О том, что они неподвижны разным болезням. И они много здоровья. И они неподвижны таким болезням, как в материальном мире. И великолепие на райских планетах во много раз превосходит то богатство, которое мы можем найти здесь. И Сухадева Госвами вдохновляет Махараджа Парикшита. И не быть убитым с толком привлекательности тайских планет и долгожизненными. Не привлекаться разными удовольствиями. И держать жизнь свой сфокусированным, сосредоточенным на истинной цели жизни. Истинная цель жизни – это выбраться из этого материального мира и избавиться от рождения смерти. Но обычные люди, которые легко сбить с толку, и они склонны желать лучшей жизни на райских планетах. И мы видим, что, Веда, так много привлекательности к людям, что даже большие саги, kings, ратаристы, они все выполняют ритуалы, и и которые делают разные астерические для того, чтобы идти на уровень планеты и обидеть там и удовольствия Веды предлагают так много привлекательного людям, что даже великие цари и мудрецы совершают аскетзы и проводят различные ритуалы, чтобы отправиться на райские планеты и наслаждаться там. Но и ведическая литература говорит нам о том, что наслаждение на райских планетах также временно. Что говорить о райских планетах, если даже на самой высшей планете Вселенной Брахмалоки также существует рождение и смерть? Ассуга Деви Госвами хочет чтобы осуществить, что Махараджа Парикшит не в любом случае думает о идти на уровень планетах и на материальном мире, но он просто должен думать о идти на материальном мире и на духовном мире. И Махараджа Парикшит желает убедиться в том, что Махараджа Парикшит не склонен не желает отправиться на райские планеты, а желает выбраться из этого материального мира и вернуться в духовный мир. И как описывает данный стих, счастье на райских планетах является иллюзорным, а просто иллюзией, а не истинное счастье. И, конечно, это иллюзия, потому что счастье временно, оно не истинное, так как оно является временным. Поэтому иллюзорно. Махараджа Парикшит желает, чтобы Махараджа Парикшит сконцентрировался на том, чтобы выбраться из этого материального мира и отправиться в духовный мир. Конечно, есть люди, которые следуют Ведам, но цель этого следования — получить больше материальных удовольствий в этом материальном мире. Есть люди, которые имеют веру, они верят в Веды, но они привязаны к материальному чувственному удовольствию. Они привязаны к телу, к тому, чтобы удовлетворить свое тело. Махараджа Парикшит So the Vedic way of life offers these kinds of facilities to people, that if you want material enjoyment, you can get it. The Vedas speak a lot about enjoying the material world, and they tell you different rituals and different sacrifices, how you can perform different pious activities, and enjoy more the material world. And the Vedic way of life offers the opportunity for these people. They have written various rituals, and they say, and they tell you, how you can perform a great job in this material world. So you can enjoy the material world for some time, but you cannot enjoy it forever. Because it's material, so it has a beginning and an end. So the happiness of this material world is all illusion. You can enjoy the material world for some time, but it's not forever. Because this material world has a beginning and an end. And happiness in this world is illusory. Shri La Prabhupada talks, he says, that the common people are like unintelligent children, who like to play on a merry-go-round. A merry-go-round is a, it's a, a thing where the children will stand on it and they'll go around. It's a, you know, some, like a... Shri La Prabhupada says, I got it. Shri La Prabhupada here. This is a example. Shri La Prabhupada, he says, he says, sometimes they go up to Brahmaloka, the topmost planet in the universe, and other times they go up to Brahmaloka and other times they go all over. и все таки вниз, до Паталалока, на верхней регионах планеты. Прабхупад использует здесь это слово «карусель», потому что он сравнивает здесь как пачели, то есть люди. Иногда поднимаются до Брахмалокки, до самой высшей планеты Вселенной, а потом спускаются обратно до Паталалокки, до самой высшей планеты Вселенной. Так что, в мире, в материальном мире, просто так, это фликер и темпоративно. Вы идете на уровне, и вы идете на уровне, до Брахмалока или Сатяялока, и затем вы идете на уровне, и вы идете на уровне, и еще раз, и снова. И затем, после того, чтобы быть в многих различных холодных условиях, то душа может постепенно вернуться обратно, в центре, в районе Земли. Она может вернуться обратно в человеческую форму жизни. Наслаждение в этом материальном мире, оно и постоянное, и временное, и мерцающее. То мы поднимаемся вверх до Брахмалокки, Сатяялоки, то опускаемся вниз, еще ниже, еще ниже. И так, пройдя, претерпев различные адские условия, живое существо может подняться до средней планеты, до земных планет и приобрести человеческую форму жизни. Господи, Господи, Сухаде, Госвами, Он хочет понять, что есть Бриджи, и в этой материальной жизни, есть ли есть листья. Все очень срокисти и выделения. И Махараджа Барикшид понял, что нет счастья в этом материальном мире, что это место, где они рождаются и умирают. Нигде, ни в каком уголке, в этом материальном мире, счастья нет. Итак, каждый должен сконцентрироваться на главной цели жизни. Цель жизни – это вырваться из материального мира. Если мы снова впадаем в этот материальный мир, рождаемся здесь, значит, мы потерпели неудачу. И так мы должны быть убеждены во временной природе. В материальном мире можно подняться. На мой высший планет, и жить долгую жизнь, и обладать какими-то мистическими способностями. Господь Кришна arranges this material world to be like that, to be a temporary place of birth and death, so we will not be attached to this place. Господь Кришна так и устроил этот мир, материальный мир, что он является современным местом рождения и смерти, для того, чтобы мы не привязывались к нему. Господь Кришна – мы не хотим возвращаться к нему, опять же, мы хотим возвращаться к нему, опять же, мы хотим возвращаться к Кришна. Мы не хотим возвращаться в этот материальный мир, в то же время мы хотим предаться Кришне, делать то, что Ему нравится, действовать так, для Его удовольствия. Он хочет, чтобы мы вернулись. Господь Кришна – это perfect alternative. Господь Кришна – это perfect alternative. Other yoga systems and other processes of spiritual life, they will give some temporary solution. But Krishna consciousness gives the ultimate solution. И сознание Кришны дает нам совершенный выбор. Другие системы йоги предлагают только временное решение, но сознание Кришны дает нам самое лучшее решение. Что это значит? Они называют себя Ариасамаджи, в Шрилу Правбасе, они очень популярны, и они следуют в Веде, но их целый планет был идти на земные планеты и отдыхать на опуленство земных планетах. Рухараш, could you repeat, пожалуйста, название этих людей? Они называют Ариасамаджи. Во время нашего упада были очень популярны такие люди, которые называли себя Ариасамаджи, и они следовали в Ведаме для того, чтобы подняться на райские планеты и наслаждаться там. Они сказали, что у Кришны нет формы. Они сказали, что у Кришны нет формы. в храме, но они говорили, что у Господа нет формы, и мы все являемся богами. Они пытались вдохновить всех, проводить добро-ношения, и говорили, что если вы будете разрушать Яги, то вы отправитесь на райские планеты и будете там наслаждаться. Но любой здравомыслящий человек понимает природу этого материального мира. от высших планет дальнейших, что это место временное. Ариасамаджи Мы начинаем с вопросов в чате. Правильно? Правильно. Правильно. Харикришна. Гуру Махарат, мы получаем две вопросы от пред充льнего доктора. Одна и в плате Нитай Патни Матаджи, и в второйatura и от Владими Матаджи. They have two questions. The question is, does the body of the spiritual master suffer from the disciples' karma, or Krishna takes their sins away? Krishna takes away their sins, sinful reactions, or the spiritual master suffers from the disciples' karma? Yeah, if someone is accepted as a disciple, then the spiritual master will have to accept the karma for that person. If he engages in sinful activities after taking initiation, then the spiritual master becomes responsible for taking karma for that person. So, Srila Prabhupada was in Vrindavan, and he was leaving the world, and he held up his arm, and it was very thin. There was no flesh. And he said, this is the result of accepting unqualified disciples. Okay? Okay. Of course. The spiritual master is not the only one who takes some karma. The devotee who is performing the sins will also get the karma. So, some karma is going there to the guru, as well as to the person who is doing the sin. So, devotee should be very conscious not to perform sinful activities. The devotee who is accepted initiation must be very careful not to again do anything sinful. And if he does something sinful deliberately, and at the same time he's pretending to be a devotee, then, of course, he will get sinful reactions, and the spiritual master also gets some of the reactions. And if, for example, if someone, if someone, if someone who makes sin, deserves any like a dispensary, then of course, he will respond to his own, and then for another purpose will be sent by his own. But he will also respond to his spiritual master. Поэтому перед принятием инициации каждый проходит в так называемый подготовительный период, когда он строго следует четырем регулирующим принципам. И когда они следят за четыре регулирующие принципы, и они могут избавиться от силы, и в то же время они могут быть рекомендованы для первой инициации. И если строго следует перед четырем принципами, избегает греховной деятельности, и также повторяет шестнадцать кругов, тогда его рекомендуют на первую инициацию. Но мы не просто принимаем людей для института, и они, первое, должны следить за четыре регулирующие принципы. Они должны следить за четыре регулирующие принципы, иначе и деятельность таких идей, она повлияет на преданных. Поэтому эти регулирующие принципы, в Бхагава-гита, они называются регулирующие принципы о свободе, потому что, если избавиться от силы, и избегая греховной деятельности, можно избавиться от кармической реакции. Эти четыре регулирующие принципы в Бхагава-гита называются освобождающими, принципами свободы, потому что, следуя им, избегая греховной деятельности, можно избавиться, освободиться от кармической реакции. Можете прияты. Итак, все девушки должны быть очень внимательны не подключаться в любых типов, не подключаться в любых типов, и не подключаться в любых типов. И все преданные должны быть очень осторожны, и не вовлекаться в приховную деятельность. Так как это может разрушить всю их духовную жизнь. Следующая вопрос? Следующая вопрос? Да. У меня новый вопрос. Я не помню, что было тогда. Я по очереди буду задавать. Хорошо. У меня первая рука. Спасибо большое за лекцию. Слышно меня? Да. Хотела спросить, а насколько это опасно или безопасно, или держать в комнате, где мы спим, изображение Господа Нерсимхадева, духовного учителя, допустим, открытым оставляется, насколько это благоприятно или неблагоприятно. Спасибо. И других изображений Господа. И еще плохо слышно была последняя фраза. Ну, из всех других изображений Господа. Ну, изображений духовных, да? Харе Кришна, Махараджа. Спасибо за лекцию. Пожалуйста, освобождите наши благословения. О, Глорису Шла Пропада. С мастером анонhome дом, и针cm 1987 года, изображений Господа Нерсимхадева, или других, изображений Господа, у нас там, где мы спим, и не открываем преимущественно? Этоinkles correr, или не Nearфига? Вieux 삶ели, В зависимости от того, поклоняетесь ли вы этим изображениям или нет? Вы поклоняетесь этим образом? Нет, просто стоят. У вас просто они в комнате, да, не на алтаре? Я просто видела, лампу делали, там был нирсимхадев на лампе, ночная лампа. Я вот поэтому спрашиваю. У вас ночная лампа, и на ней завражение нирсимхадева. Не, у меня, я видела. А, ясно. Она просто видела лампу. Ну, не видела ничего плохого в этом. По крайней мере, если девушка замужем, она с мужем живет в этой комнате или она одна? Это я не знаю. Она не знает, потому что она не говорит о себе, но... Ну, я говорю, это зависит. И если вы живете в этой комнате, то вы не хотите оставить такие фотографии в вашем доме. Если это мужем, то они не должны оставить их в вашем доме. Кирси Таматаджи, повторите, пожалуйста, фразу, там конец пропал. Это зависит от того, семейная пара это или нет. Если это семейная пара, то такие изображения в комнате, где спят, они не должны хранить их. Поняла, спасибо большое. Спасибо большое. Следующий вопрос, наверное, да? Владимир Матаджи мне по списку. Варикришна, примите поклоны, дорогие преданные Гуру Махараджи. Вот в лекции вы сказали, что нам нужно убедиться во временности этого материального мира. Как это понять? То есть на собственном опыте или нам читать об этом? Вот что значит убедиться? И как понять, убедилась я или не убедилась? Варикришна. Варикришна Гуру Махараджи, сексет Майхамбала Брестис. О Горсу Шевропада. В лекции вы говорили, что мы должны быть истинны, что этот мир материалный мир будет временем. То есть, как мы можем быть истинны? Как мы получим эту уверенность? Should we read about it? Or should we experience it? And how can we understand that we have understood? Okay, both. Оба. То есть и читать об этом, и на своем опыте. Оба. Yes, you should read about it, and you should have your own understanding, experience of the temporary nature of the material world. And you can understand that you've realized the nature of the material world by how much you're attached to the material world. А понять, насколько вы убеждены в том, что этот материальный мир времени, вы можете проанализировав, насколько вы привязаны к этому материальному мир? Okay. Next question. Thank you very much. Thank you very much. Mataji Brajirani. Kari Kishnah, Guru Maharaj. And your thanks, please. Thank you. Thank you very much. Mataji Brajirani. Kari Kishnah, Guru Maharaj. Kari Kishnah, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance. 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 Maybe my question will seem naive to you. Не naive to you. Maybe my question is useless, and Bhagavad Gita tells us about it, but still I want to ask it. Сегодня говорили про райские планеты. И в Bhagavad Gita, с одной стороны, написано про йогов. Кто достиг успеха в конце бхакти, и кто не достиг успеха в конце бхакти, у них там есть разные концовки их жизни. В Bhagavad Gita, мы читали про йога, которые достигли бхакти, и те, кто не достигли бхакти, и о том, что произошло к ним. И вот вопрос. А просто старшие преданные иногда на Катхе говорят, я слышала, что когда мы будем оставлять тело, если за нами прилетит летающий тарелка, или как там сказать, преданные? Что за нами там прилетит? Виман можно. Космический корабль. Космический корабль. И он нас повезет на райские планеты. А я могу отреагировать, что не надо мне на райские планеты, оставьте меня на Земле. Вот у меня будет вот этот, или я полностью буду отдаваться райским планетам, и мне не сработает смекалка, что мне нужно сказать, оставьте меня на Земле. Я не хочу на райские планеты. Вот этот вопрос. Так, я сама сейчас попробую прояснить. То есть, и мы оставляем тело, за нами может приехать космический корабль. А почему у нас на райские планеты повезет? То есть, у нас повезет на райские планеты, а мы должны сказать, что... Желания, желания, желания же у меня до сих пор остались наслаждаться. И вот я боюсь, что меня все-таки на райские планеты повезут. Не дадут мне остаться на Земле. То есть, правда, это или нет, да? Нет, я спрошу, можно ли так сделать, мне притормозить их? Будет ли у меня такая осознанность, сказать, не надо на рай, я хочу здесь остаться и продолжать заниматься бхакти. Шанс будет такой или нет? Понимаю. Виман называется. Это не космический корабль, это корабль, на котором прилетают полубоги. Спасибо большое. Спасибо большое. Это проơnANT. Виман очень проходит or airplane some space airplane and when it might happen that we will come aboard on this and it will take us to the heavenly planets but I don't want to go to the heavenly planets and will I be conscious to ask them for example to leave me on the earth because I want to continue bhakti, the process of bhakti and the emotional service and I'm afraid that I wouldn't be so conscious and tell them that I don't want to go to the heavenly planets because I still have material desires but I want to leave me on the earth will she have this chance to say to them that I don't want to go to the heavenly planet just leave me here on the earth I want to continue my bhakti you don't you don't have so much free will if you want to continue your bhakti you have to have shown it in your previous life at the time of death you have to have that consciousness and if they're taking you some other place you cannot tell them I don't want to go there you're forced just like the living entity may be put into the body of a dog and he doesn't want to go in the body of the dog but he is forced by the material nature if you want to continue the process bhakti then you have to show your wish and your desire in this life before you as you leave the body and you have to be before смертью there should be so consciousness because when when you have to go to the body you have to have not a lot of freedom to have to go if you want to go or not if you want to go if you want to go we don't want to go to the body we don't want to go but it will just let them let them let them let them let them well ok thank you so much very much gore maharaj screen next question maharaj yes maharaj Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот с таким парадоксом столкнулся, хотел, чтобы Махарадж разрешил его. То есть, с одной стороны, вот как бы читаешь про Сахаджии, то есть, ну, говорится, что они, ну, как бы пытаются подражать гопи там или еще кому-то, и как бы считать, ну, этим телом, как бы войти в танец расы там или еще что-то такое подобное. Ну, то есть, и там прям Прабхупада пишет так по-жесткому, как бы, это тело, которое станет испражнением, ну, там, каких-то животных или насекомых, или пеплом, а не думаешь, с помощью этого низшего, как бы, можно удовлетворить Кришну. Ну, то есть, вот это Сахаджия. А с другой стороны, наша практика подразумевает, что мы должны, ну, вот, служить своим речью, телом, умом, поклоняться Кришне, служить Ему. И вот, как бы, для меня это, как бы, парадоксально немножко выглядит. Вот, может, Махараш как-то разъяснить эти моменты? Махараш, можно у Вас не выключать микрофон, уточнить? То есть, с одной стороны, Сахаджи, они, у меня просто прерывается Ваш голос, и я первую часть плохо поняла. Ага, ну, Сахаджи, Сахаджи, я не говорю, ну, то есть, Сахаджи, то есть, они вот подражают, там, танцу раса, копию, то есть, и Прабхупада, там, пишет, что тело, которое в дальнейшем материально станет испражнением животных, или насекомых, там, или пеплом, то есть, ну, можно, там, войти в танец раса, там, допустим, ну, так, удовлетворить, так, Кришну, такое служение делать, ну, там, они подражают, или что, не знаю. А с другой стороны, нам-то говорят, что мы должны служить Кришне, занимая свое тело, ум, лечь, души, служение Кришне. Понятно? Прабхупада в комментарии пишет, что... Прабхупада, вот они подражаются? Сахаджи, и Прабхупада пишет, что этим телом, они не могут его удовлетворить? То есть, это не удовлетворение, кто-то сумит, там, может, не надо. А почему, другим образом, подражая воду, они не удовлетворяют, да? Господа, потому что тело приводится в прах. Но, с другой стороны, мы это тело используем для служения. Так понять эти противоречия, так? Наверное, так просто тоже вас плохо было слышно. Ну, переведите, как есть, как вы поняли. Хорошо. Хорошо. Ари Кришна, Махараш, thank you for your lecture. The question is that from one hand to be rich about sahajiyas, they imitate gopis and rasa lila. And Srila Prabhupada writes in the purpose that we cannot please Krishna with such a service, like imitating gopis and dancing rasa lila. Because this body is going to become a gnash and animals... Going to become what? It's become a gnash when we burn something. It will be burned and it will become an animal stool. It will become an animal stool. But from the other hand, this body is meant to please the Lord with the devotional service. Because we should worship the Lord and devote Him, our speech, our tongue, our mind, our body. So, and Maha Shakti Prabhu asks, how can we understand this too? From one hand, this body, Prabhupada says that we cannot please with this body the Lord. But from the other hand, we should use it to please Him. Yes. Well, the body has life. We use it to please Him. After death, then that's not important. What happens to the body? Not very much important. Important thing is, as long as the soul is in the body, you should use the body for the service of Krishna. Well, yes. When it is alive, we use it to serve Krishna. Until it is alive. And it is important to him in the soul. But after death, it will be useless. All right. The dead body? Okay, let the jackals eat it. Let the birds eat it. It will become a stool. Or burn it. It will become ashes. That's not very important. What is important is, when the soul is in the body, you use that body for the service of Krishna. But once the body is dead, then we burn it. Or we put it, we let the animal, we burn it, or we bury it, or you let the birds, the vultures come and eat it. It will become a corpse to be alive, there is no blood. We burn it, or we let it rip it, or we let it heal him. Or we let it rip live live. Вопрос, я как бы так и не разобрался, но то, что Махараш сказал, это я как бы в самом вопросе уже было утверждение. Просто вот сахаджи, в чем их отклонение? Вот разница, я вот как бы занимаю свое телослужение, и сахаджи говорят, тут тоже они говорят, мы служим телом Кришне, и в чем отклонение, разница-то в чем тогда, в этой практике? Хорошо, в чем разница сахаджи и нашей практики, да? Гуру Махараш, в чем разница? Да, девоты используют тело, чтобы служить кришне, и сахаджи, они также говорят, что мы служим кришне в таком случае. Так что, что отличается? Ну, сахаджи is imitating a particular mood of service to Krishna, which he's not actually qualified to do. He's trying to imitate, just like сахаджи tries to dress like a gopi, but he's not a gopi. He hasn't properly understood the mood of the gopis, but he puts on the dress of a gopi, and he tries to behave like a gopi. But he's not actually a gopi, he doesn't have that spiritual qualification to be a gopi, but he tries to do it. But somebody else, they're using their body according to their qualification. They work with their body, somebody's a builder, somebody's a businessman, somebody's a worker in the factory, they're working according to the nature of their body. Например, что касается сахаджи, они имитируют определённое умное настроение в служении кришне, но они не квалифицированы это делать. Они одеваются, например, как гопи, пытаются вести себя как гопи, но они не поняли должным образом настроение гопи. Но, тем не менее, они пытаются вести себя как они и действовать как они, но у них нет на это духовной квалификации, нет на это... Они не обладают этим, но, тем не менее, пытаются вести себя так. Но кто-то другой, они используют своё тело в соответствии со своей квалификацией. Например, строитель или предприниматель или кто-то работает на заводе, они работают в соответствии с природой своего тела. Сахаджи maybe chanting Hare Krishna, и tears are flowing from his eyes one minute, and then the next minute he's smoking coffee, smoking some cigarette or drinking coffee. So, he's not really on the level of transcendence, but he imitates, tries to imitate the level of transcendence. Например, Сахаджи может повторять Hare Krishna, и вдруг в следующую минуту он может курить или пить кофе. Он не находится на трансцененном уровне, он просто имитирует этот уровень, но на самом деле этого уровня не достиг. Сахаджи может употреблять и пить кофе, но он не имитает, пытается быть... Он не предпочитает, что он великим спиритным доводом. Он просто обычный человек. Сахаджи может употребляться в сознании, в состоянии, в состоянии, в состоянии. Но обычный человек, он может пить и курить, но он не притворяется великим духовником или великим преданным. Он просто служит своим чувствам на уровне обусловленной души. Отвечает на Ваш вопрос, Махаш? Да, отвечает на Ваш вопрос. Да, отвечает на Ваш вопрос. Как просто ГОПИ БАРТУР, ПАДАКАМАЛАЁР, ДАСА, ДАСА, НУ ДАСА. А вот преданный, который четыре регулирующих принципа соблюдает, все это делает. И как понять, что я все-таки не Сахаджи, но я все-таки медитирую на это настроение ГОПИ, но при этом, чтобы не впасть в Сахаджи, что это легко достиг я. Как вот этот критерий практикующим, преданным, кто САДАНА БАКТИ занимается, ВАЙТХИ САДАНА БАКТИ. Как понять, что этот переход, что я не Сахаджи, и в то же время я читаю книги, изучаю настроение ГОПИ, например, как они служат ихнюю любовь к Кришне. Возможно, запрещено это или не запрещено. Вот вопросы все-таки. В общем, если вы доводите, который почитает четыре регулирующих принципа, и в то же время, он говорит о модах ГОПИ, он говорит о деятельности, и как вы понимаете, что я не Сахаджи, и как вы понимаете, что я не Сахаджи, чтобы изучать Лилас Кришна без ГОПИ. Если вы читаете книги про Бхупады, то ничего плохого там нет. Никто не против того, чтобы вы читали его книги. Но, в то же время, вы не хотите сделать элитную группу, вы не хотите только читать о ГОПИ, мы должны читать о других вещах, и также. В то же время, мы не только о ГОПИ должны читать, мы также и о другом должны читать. И мы должны следовать, и следовать. Мы должны следовать, и следовать, и следовать, и следовать, и следовать, и думать о ГОПИ, и думать о ГОПИ, и о том, что они любят. Но мы должны быть очень стричны, следовать, и следовать, и следовать. В следовать, это не то, что имитировать. Есть отличие, и следовать, и следовать мы должны строго исследовать саднабхакти и не только медитировать или читать об настроении гопи как вы тогда сказали следовать по стопам и имитировать это разные вещи следовать по стопам это означает что понимать что мы не на находимся на таком уровне как гопи но мы пытаемся его достичь а имитировать это значит что мы уже ображаем себя на этом уровне и что мы являемся гопи и это совести себя так как они мы вдохновляем побуждаем вас следовать по стопам а не имитировать мы следуем по стопам ахаджаном они пытаемся подражать им имитация means you take everything very cheap you think oh it's so easy i can be a gopi or i can be a mahajan i can do it just like them i can also go to the woods and be with the gopis in the forest имитация то есть ахаджи все это воспринимать как очень дешево то есть я могу быть в гопи могу быть могу быть махаджана могу пойти в лес и вы там как лопи следовать по стопам пытаться достичь этого уровня понимаю что мы далеко далеко не на таком уровне мы конечно должны думать что мы очень далеко от этого уровня находимся мы не квалифицированы но тем не менее пытаться достичь его сахаджи думают я уже на этом уровне преданные думают я далеко не на этом уровне очень падший окей горах марш we have we still have two questions is it ok спасибо хочу перед преданными извиняться что вопрос так долго задавал там еще дополнительный предматоджи перед праву которые тоже хотят вопросы задавать извините меня пожалуйста хотел вопрос задать вот меня какая-то есть непонятка по лекции либо я неправильно слышал хотел отточнить значит что если преданный после инициации ну скажем так когда его иницируем до духовный учитель у меня есть духовный учитель и допустим он нарушает принцип в общем греховную какую-то деятельность он соответственно получает за это реакцию вот и вот у меня вопрос связи с тем что грубо сказал что допустим после того как тело оставляет это преданный душа уходит то вот за ним в этот в этом случае кто приходит и и правильно ли я услышал что что-то связано с прочетами прародителями до человечества что они также являются духовному учителю этого человека который совершил грех или что имел ввиду губы махарадж я не совсем понял и вот хотел бы уточнить этот момент мог бы он подробнее раскрыть что мне так показал что прочета еще обращать духовный учителем ну зачем я не понял или мне так послушались не помню что прочета вообще речь шла простите пожалуйста может быть с английского варианта услышали что я не услышала то есть то есть грехи я поняла теперь если преданно оставлять тело это кто за ним приходит до в этом случае да ну то есть имеется но это понятно кто приходит имеется ввиду что духовный учителя как это связано духовно учить что-то говорю что значит несет его кому то есть вот это вот непонятно то есть что духовный учитель но после совершения греха скажем так если он не раскаялся как тогда не осознал это вот так и оставил тело все-таки как отвечает за это духовно учить уже оставил тело ученика да но при этом как бы не осознал не раскаялся то есть ну то есть он понесет я явно страшную ответственность за за греховную поступки деятельность оскорбление духовно учить так вот и непонятно то есть как все-таки вот этот процесс уже я так понял бы мы хоть что-то описывал и мне показал что он что-то про прочетов упомянул может быть ошибся ошибся о костях харикарусны Нахараш я же хочу подсчанить одно Việt-донусе я просто хочу подсчастить себе одну вещь вы говорили о доводатах и disciples who make such as sinful activities и вы сказали, что его Гуру также принимает кармой and if this disciple leaves the body without any penance maybe penance of his sinful reactions what is the reaction Guru takes so how his Guru suffers from this if he suffers or not well you see it depends a lot on what is the mood of that person if he is not seriously following the spiritual teacher then the spiritual teacher is not responsible just like Prabhupada told devotees in Hawaii Prabhupada was in Hawaii now Hawaii you know there's a lot of sense gratification there and there were many young people coming to be devotees who wanted initiation so Prabhupada could understand the mood he could understand the mood that there's a lot of very loose behavior people are not very moral they're not very strict and Prabhupada told them he said you can get initiation but if you don't follow the four principles you're promising me you're going to follow the four principles if you don't follow the four principles then I cannot help you and then Prabhupada he understood that those who live there they are not very serious they are not very serious they are not strongly following these people and he said you can accept the initiative and you give an answer and if you don't follow the principle if you don't follow the principle then I will not help you so there has to be that serious commitment from the disciple that they really they are trying that they really want to follow but still Prabhupada told us that he was suffering because of taking the unqualified disciples he had reactions because he had accepted unqualified disciples but also Prabhupada told us that he was suffering because he was suffering because he was suffering from the unqualified people who had accepted so if somebody dies and they have not and they have they have not done any atonement for their sins they did they did they broke the regulated principles then the spiritual master is not really responsible if he lives he is he is he is he is he is The devotee did not follow, he did not try to strictly follow the principles. So the spiritual master is not responsible if the devotee was not serious, didn't follow. He promised he would follow, but then he doesn't follow. Then he cheated, he lied, he lied to the spiritual master. So he cheated, but you cannot cheat Krishna. Okay. You can hear from him? Okay. I can hear from him. You can hear from him. You hear from him? Yes. There is a question. What do you hear? I hear from him. что он в любом случае несет ответственность и духовный учитель ничем не сможет помочь если он так и не раскаялся но вообще у этой души которая допустим забрали ямадута и наказали за греховную деятельность нарушение у этой души вообще все равно появляется какой-то шанс потом стать преданным и исправить ситуацию в которой он оказался после смерти если такой доводитель был взятым за греховную деятельность, например, и умер от его сцены и позже, может быть, такой доводитель имеет возможность решить ситуацию? will he have a chance to become a devotee again and to change the situation, to fix it? well, it depends on his sincerity зависит от его искренности if he really, genuinely wants to be a devotee again, then Krishna can arrange if he wants to become a devotee again, then Krishna can organize almost Outro But anyone who is done even a little devotional service then they'll have the opportunity to go on in the next life to continue from where they've Но любой, кто совершил малейшее преданное служение, получает шанс продолжить свой путь. Окей, какие-то другие вопросы? Это последний вопрос был, да? Нет, чат не видно. Александр, правда, что-то вышел, нету его, все, наверное, не дождался. Нет вопросов, Арак, спасибо. Харе Кришна, спасибо, Киртида. Харе Кришна, спасибо. Желаю правопадки, чай. Горбайк Табриндакки, чай. Горбайк Табриндакки, чай. Горбайк Табриндакки, спасибо. Спасибо большое за вашу класс. Харе Кришна, спасибо. Спасибо, Боншура, Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо, Киртида Матыш, за перевод. Спасибо за переводчик. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо за возможность послужить, Харе Кришна. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо, Харе Кришна.